Вот уже более 20 лет в конце декабря празднуется День Спасателя. Люди этой нелёгкой, но очень нужной профессии всегда готовы к решительным действиям в любой обстановке. Они работают чётко и слаженно, ликвидируя последствия стихийных бедствий и пожаров. Люди, которые оказались в чрезвычайной ситуации, рассчитывают на помощь спасателей и своевременно получают её. День Спасателя празднуется 27 декабря. И это число выбрано не случайно. Именно в этот день, 28 лет назад, был образован Российский корпус спасателей. За эти годы профессиональные спасатели заработали большой авторитет и уважение у граждан России. И в нашем районе спасателям есть чем и кем гордиться. В зале единой дежурно-диспетчерской службы собрались те, для кого спасение людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, стало делом всей жизни. Мы многократно принимали участие в ликвидаче срезвычайных ситуаций и на территории района, и на территории Краснодарского края. Можно сказать, что задачи, которые были поставлены руководством на 1918 год, нами выполнены. За этот год было совершено 1170 выездов по оказанию помощи людям. Заместитель главы Славянского района Александр Бельдеев сердечно приветствовал всех собравшихся, отметив, что сотрудники службы делают все возможное и невозможное, чтобы спасти человеческие жизни. Вы предотвращаете или работаете на предотвращение чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения умело, профессионально их ликвидируете. Было уже неоднократно это доказано, свою работоспособность или способность действия в сложных ситуациях уже неоднократно доказывали. От всей души, конечно, хочется вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать доброго и крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком деле, труде, на столь нужном и необходимом для нашего общества. Затем честовались лучшие. За своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей по спасению жизни людей, за сохранение материальных ценностей и в связи с профессиональным праздником, грамотами и ценными подарками были награждены отличившиеся. В их числе был и старшина водолазной станции Игорь Решетников. На службе три года отслужил водолазом, продолжил здесь. Мне нравится эта работа, прекрасно. Да и молодежь, людей надо спасать, и молодежь надо учить, потому что после нас должен кто-то остаться, чтобы работать в этой службе. Заместитель начальника аварийно-спасательной службы уверен в настоящем профессионализме своих сотрудников. Он убежден, что их неравнодушие и взаимовыручка заслуживают самых добрых слов. Ребята работают с хорошим настроением. Конец года, сразу видно и результат наш за год, что мы наработали, поэтому мы довольны, что этот праздник выпал на конец года, в преддверии Нового года. Подводим итоги, желаем всем, семьям, родным, близким на следующий год здоровья, добра, удачи. Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в адрес представителей этой благородной профессии. Пусть и Новый год принесет им только хорошее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».